Дорогие отцы, братья, сестры, матушки, сегодня мы с вами продолжаем изучать душеполезные поучения Авы Дорофея и сегодня поучение 11. О том, что должно стараться скорее отсекать страсти, прежде нежели они обратятся в злой навык души. Ну, в этом поучении, в общем-то, Авы Дорофей объясняет, ну, мне кажется, очень понятные вещи, в целом можно так сказать кратко, если пока только уголек горит или только спичка, надо погасить пламя, чтобы не было пожара. Вот, в целом, это поучение можно объяснить. Ну, вот, приводит он сначала такой пример. Как-то, говорит, пришел я к брату одному, он до этого 7 дней, неделю целую лежал в горячке и потом еще прошло 40 дней. Спрашивал Авы Дорофея, как у него самочувствие, здоровье. Вот, он говорит, до сих пор слабость ощущаю. И Авы Дорофей делает такой вывод, представляете, давно уже и болезнь вроде прошла, но как тяжело полностью исцелиться, войти в силу, которая была до болезни. Но в телесных болезнях бывает так, что, ну, врач не очень искусный, неправильно, может быть, лечение назначил или неподходящее лекарство выписал. Ну, а второй момент, быть может, неправильно следует рекомендации у врача сам больной. Касательно душевных болезней, душевного исцеления, врач, это безошибочно, сам Христос врач наших душ. И средства, которые Христос подает, они всегда тоже безошибочны, это евангельские заповеди. И Христос дал нам врачество такое. Против тщеславия дал он заповеди о смиренном мудрее, против сластолюбия заповеди о воздержании, против сребролюбия заповеди о милостыне. И одним словом, каждая страсть имеет врачество соответствующую ей заповедь. Ну, поэтому нельзя сказать, что врач не искусен или лекарства какие-то не те. Остается одна причина наших болезней душевных и наших страстей. Это бесчиние нашей души. Как Авадорофей говорит, поэтому ничто не препятствует здравию душевному, кроме бесчиния души. То есть проблема не в Боге, конечно, а проблема в нас самих. Итак, будем внимать себе, братья. Будем подвязаться, пока имеем время. Что мы не заботимся о себе? Сделаем хотя бы что-нибудь доброе, дабы найти помощь во время искушения. То есть призывает жить нерасслабленно. Что мы губим нашу жизнь? Мы столько слышим и не заботимся о себе и всем пренебрегаем. Видим, как братья наши похищаются из среды нашей. И не внимаем себе, тогда как знаем, что и мы мало-помалу приближаемся к смерти. Вот с тех пор, как мы сели беседовать, он говорит, уже прошло пару часов, но это же прошло время нашей жизни, и мы приблизились к кончине. Как мы не помним слова онова старца, сказавшего, что если кто потеряет золото или серебро, то он вместо него может найти другое. Если же потеряем время, живя в праздности и лени, то невозможем найти другого взамен потерянного. Поистине. Мы будем искать хотя бы одного часа сего времени и не найдем его. И он говорит, что много людей есть, живущих, ну, скажем, на окраине, быть может, империи тогдашней, и они желали бы услышать Слово Божие, но до них еще не дошла проповедь, а мы знаем Слово Божие, но пренебрегаем им. Дальше он приводит, как я говорил, такой очень логичный пример, что лучше вырвать страсть, пока она как маленькая травинка, чем когда уже украинец, как большое дерево. И рассказывает пример, когда один старец прохаживался с учениками своими, увидел маленький кипарис такой небольшой, и ученику говорит, ну-ка вырви его. Тот пошел, послушался, вырвал, потом нашли побольше деревца, ну-ка вырви его. Тот уже немножко попотел, но вырвал. Следующий кипарис еще побольше. Тот весь устал, вымотался, но все-таки кое-как с большим трудом вырвал. И когда к следующему пришли, ученик не смог уже вырвать этот кипарис. Позвал другого ученика вдвоем, с большим усилием извлекли этот кипарис. И старец говорит, вот братья, так и страсти наши тоже. Пока еще только начинается у нас какой-то порог, страсть, то нужно тут же стараться вырвать это с корнем. А если затянем с борьбой, с этой страстью, с искоренением ее, то даже не сможем это сделать и будем нуждаться в помощи многих святых или хотя бы одного святого человека, чтобы он нам помог избавиться от этой страсти. И в пример приводит известный псалом, мы его поем в начале Великого Поста, чьи вавилония окаянная, блажен и же воздаст тебе воздаяние твое, е же воздалая си нам, блажен и же имит и разбиет младенцы твоя о камень. Вот в младенце страсти как раз и есть самое начало ее, только помыслы или только первые проступки. И надо уже их разбивать о камень, а камень же есть Христос. Вот и старцы, и Святое Писание, все согласны между собою, ублажают подвязающиеся отсекать свои страсти, пока они еще молоды, прежде чем испытаем от них бедствие и горести. Отцы сказали, каким образом человек должен постепенно очищать себя. Ну, то есть он подводит сначала к вопросу, чтобы ученики задумались. Ну, вот вы говорите из корня страсти, а каким образом это делать? И вот отвечает. Каждый вечер человек должен испытывать себя, как он провел день, и опять утром, как провел ночь, и каяться пред Богом, в чем ему случилось согрешить. Нам же, поистине, так как мы много согрешаем, нужно по забывчивости нашей и по истечении шести часов испытывать себя, как провели мы время и в чем согрешили. Ну, я знаю, что во многих монастырях принято каждый вечер исповедь. Недавно разговаривал с одним человеком, он сейчас игумен, он был два года на горе Афон, в Пантелеймонском монастыре, и он говорит, что каждый вечер там исповедь помыслов. У нас в монастыре тоже, ну, может быть, не все исповедуются каждый вечер, но возможность такая была, и каждый вечер друг у друга все просили прощения. Примерно как испытывать себя. Вот он приводит пример. Каждый из нас должен говорить себе, не сказал ли я чего-нибудь такого, что прогневало брата моего? Или когда видел его занятым каким-нибудь делом, не судил ли я его? Не уничижил ли его? И не заслойил ли его? Не просил ли я чего-нибудь у кеваря? И когда он мне не дал, не судил ли я его? И не пороптал ли я на него? Если пища была нехороша, не сказал ли я чего-нибудь? Ну, то есть, может быть, пороптал из-за того, что пища нехороша. Или, будучи в огорчении, не пороптал ли на самого себя? Даже на самого себя роптать тоже, оказывается, грех. Должно также говорить себе. Не сказал ли мне канонарх или другой, кто из братьев, неприятного слова, быть может быть, а я не перенес это, но противоречил ему. Ну, коротко сказать, мы с вами, это не только для монахов, которые живут в монастыре, но и для всех христиан. Надо задумываться о своем поведении, как мы провели время. И если увидим, что мы в чем-то отошли от заповеди Христовой, то приносить в этом покаяние. В таком случае у нас уже будет, скажем, такая, знаете, потребность в частной исповеди. Ну, хотя бы по возможности, если в монастыре духовник практически всегда в монастыре, или другие братья, помощники духовника, то, конечно, в нашем случае не всегда прям рядом духовник. Но хотя бы запоминать, в чем мы согрешали, и потом на исповеди в ближайшее время надо покаяться. Нельзя этим пренебрегать, потому что бывает, конечно, ну, миряне, обычные люди, еще такие начинающие духовную жизнь, ну, покаяться просто в грубых грехах и все. А все-таки церковнослужителям, как и монахам, нужно, конечно, стараться искренять сами страсти, бороться с самими помыслами, чтобы быть как можно чище. Так. И. Так. Это мы немножко пропустим. Дальше Ава Дорофей рассказывает, что когда он был в общежитетном монастыре еще, ему старцы благословили, чтобы он принимал помыслы от братьев, то есть исповедовал братьев, вот, когда они каятся в своих помыслах. И вот был такой случай. Один человек, монах, он воровал на трапезе хлеб. Ава Дорофей говорит, а зачем ты берешь хлеб без спроса? Он говорит, ну, я голоден, не наедаюсь. Так, говорит, попроси у Келли еще, он даст, тебе воровать нельзя все равно. Он говорит, ну, мне стыдно у него просить. А вот Дорофей говорит, хочешь, я тогда попрошу. Он говорит, ну, попроси. Я, говорит, попросил для него, достаточно было хлеба у него, все равно крадет. Приходит, говорит, я все равно краду. Говорит, ну, почему ты это делаешь? Ну, кто говорит, сам не знаю. И он крал с тем, что уже с избытком. Не то, что от голода, а просто страсть такая. И он все под подушку уже складывал. А когда там уже начинало все портиться, он относил это, ослам отдавал. Но с своей страстью не боролся. Но подобный случай был, мне рассказал один мой знакомый. Ну, он сам такой не бедный человек, еще там в Новосибирске. А у него дядя вообще банкир. У этого дяди дочка, то есть двоюродная сестра этого прихожанина. И она говорит, к нам, когда придет в гости, обязательно скроет у меня кошелек, и 5 или 10 тысяч украдет. Хотя она дочка банкира. Вот. Потом сама извиняется, возвращает деньги. Но без этого не может. Ну, тогда, когда он мне это сказал, я говорю, ну, посоветуй ее папе все-таки поисповедоваться. Банкир, может, кого-то ограбил, там, знаете, что там махинации много бывало. И эта страсть дочке перешла, и вот она воровала. Еще рассказывали про одного человека, который сидел в тюрьме. Страсть клептомании была у него. Вот. А он уже в тюрьме. Там особо ничего не украдешь. Друг у друга там нельзя воровать. Вот. И он, говорят, забросит в такое людное место свою шапку, и потом, как бы, чтобы никто не заметил, аккуратно ее как-нибудь надо утащить. Это уже такая клептомания. Даже у нас один в монастыре был человек, он 23 года в тюрьме провел, вор. Вот. Устал на пути исправления уже, но, говорит, бывает такое наваждение страсти, вот этой клептомании, говорит, невозможно. Я, говорит, уже в монастыре воровать вообще ничего не хочется. Приду к себе в келью, просто иконочки местами поменяю, что-нибудь попереставляю, немножко вещи в руках подержу там, и, говорит, как-то проход немножко успокаивается. То есть, вы знаете, что и страсть обжорства бывает, и пьяство, и другие громания сейчас добавилось. И, конечно, нужно стараться от них избавляться. Каким путем? Пока только начинается страсть избавляться. И следить за собой в течение дня. Если что-то как-то проявилось, то надо в этом приносить покаяние. И стараться еще для искорнения, если, допустим, жадность у человека, то надо творить милостыню, заставляя себя, даже не хочется, но понуждая себя, творить милостыню. И этим будет искорняться страсть сребролюбия. Сребролюбие. Вот еще в чем кается нужно. Посему каждый, как мы сказали, должен испытывать себя, как он провел день и ночь, со вниманием ли стоял на псалмопении и молитве, или увлекался страстными помышлениями. Так же мы, когда стоим на богослужении, надо, конечно, стараться, чтобы мысли тоже были с нами, здесь в храме, мысли были к Богу. Но это не всегда так бывает, и поэтому надо каяться. Как только мы отвлеклись мыслью от Бога, от молитвы, то в этом потом надо приносить покаяние обязательно. И как мы где-то читали, что даже если во время богослужения праздно посмотрел в окошко, вот в этом тоже нужно приносить покаяние. Прилежно ли слушал божественное чтение, или, оставив псалмопение, вышел из церкви в рассеяние. Бывает такое тоже. Если кто постоянно испытывает себя таким образом, раскаивается, в чем согрешил, и старается исправиться, то начинает уменьшать в себе зло. Это очень для нас важно. Начинает уменьшать в себе зло. Если делал девять проступков, будет делать восемь. И так, преуспевая постепенно, с помощью Божьих, не допускает укрепиться в себе страстям. Ну и говорит, что, повторяет уже несколько раз, что великое бедствие впасть в навык страсти, потому что даже уже и захочет избавиться, не всегда это легко сделать. Очень уже тяжело, и надо просить молитв святых людей. Хорошо сказал Ава Нестерой. Если кто увлекается страстью, то он будет рабом страсти. Ну а кроме того, еще отцы говорят, страсти – суть бесы. Человек страстный – суть одержимой. Не тот, кто однажды разгневался, называется уже гневливым. И не тот, кто однажды впал в блуд, называется уже блудником. И не тот, кто однажды оказал милость ближнему, называется милостивым. Но как в добродетели, так и в пороке, отчастого в оных упражнениях душа получает некоторый навык, и потом этот навык или мучит, или покоит ее. Вообще добродетель сама, скажем, милостыня, милосердие, смирение, они для нашей души естественны, потому что мы созданы по образу и подобию Бога. И когда душа творит такие дела, заповеди Божии, то есть спокойно, как мы говорим, спокойно на душе. А если творим грехи, то все время беспокойство такое есть. Ну, кстати, сказать, от грехов душа мучается, искажается, и потом через нервную систему, а нервная система наша, это как связь между душой и телом, потом заболевает нервная система, и потом все тело. Вы слышали такую фразу, наверное, что все болезни от нервов. На самом деле все болезни телесные, они от душевных болезней. Итак, добродетель, естественно, она в нас, ибо семена добродетелей не уничтожаются. И так, как я сказал, чем более мы делаем доброго, тем больше приобретаем навык в добродетели, то есть возвращаем себе свое природное свойство, Богом данное, и восходим к прежнему своему здравию, как от бельма к своему прежнему зрению, или от иной какой-либо болезни к своему прежнему природному здоровью. В отношении же порока бывает не так, но через упражнение в оном мы приобретаем некоторый чуждый и противный естеству навык, то есть приходим в навык некоего губительного недуга. Так что, если даже пожелаем, не можем исслиться без многой помощи, без многих молитв и многих слез, которые могли бы преклонить к нам милосердие Христово. Поверьте, братья, если у кого-нибудь, хотя одна страсть обратилась в навык, то он подлежит муке, представляете, вот серьезные такие слова, если хотя бы одна страсть превратилась в навык, то такой человек подлежит муке вечной. И случается, что иной совершает десять добрых дел и имеет один злой навык. И это одно, происходящее от злого навыка, превозмогает десять добрых дел. Тут можно вспомнить русскую пословицу, ложка дегтя и бочка меда. Но, казалось бы, можем сказать, десять добрых дел и одно лишь плохое, плохой навык, ну, наверное, десять больше, чем один. Но, вот это одно может все испортить. Здесь он приводит аналогию. Вот орел, великая большая птица и летает в небесах, но если он запутался одним лишь коготком своей лапки в сетях, то все, вся его красота, вся его мощь, вот, грация, вот, все его мощный клюв уже ни к чему не могут пригодиться, он попадается в руки ловца. Посему-то я и говорю вам всегда, не допускайте, чтобы какая-либо страсть обратилась вам в навык, но подвязайтесь и молитесь Богу день и ночь, чтобы не впасть в искушение. Если же мы и будем побеждены как человеки и впадем в согрешение, то постараемся тотчас встать, покаемся в нем, восплачиваемся пред благостью Божьей, будем бодрствовать и подвязаться. И Бог, видя наше доброе произволение, смирение и сокрушение наше, подаст нам руку помощи и сварит с нами милость, ибо ему подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь. Здесь очень важная мысль. Когда человек даже подвязается, у него есть желание, исправиться, он совершает многие труды, подвиги ради исправления, но очень важно понимать, что все это лишь наши старания. Они необходимы. Тем самым, стараясь исправиться от страсти, мы Богу показываем, что мы желаем исправиться. Но само исправление, само исцеление от страсти, это только помощь Божия. Благодать Божия может исцелить нашу душу, а не наши старания. Наши старания только от нас как бы стремления. И Господь, видя наше барахтание, посылает нам свою всесильную помощь. Вот такое сегодня небольшое поучение. Вот важные вещи здесь какие? Надо отметить, что тот, кто обладает какой-то страстью, человек этот подлежит муке вечной. Об этом надо всегда помнить и понимать. Если мы вдруг разгневались, значит, у нас есть гнев или раздражились. Вот. Если мы обладаем и сребролюбием, то тоже мы не спасемся. Это очень важно знать, потому что еще расскажу, позавчера я говорил об этом, что наша кипучая деятельность, если у кого-то она есть, ну, хорошо, если она есть в церкви, если человек подвизается, настоятель прихода, он какой-то отдел возглавляет. Все это лишь дары от Бога. Господь дал человеку должность, человек ее исполняет, но все-таки спасение для человека это зависит от его состояния. То есть, если человек трудится на своем месте, но гордится этим, он не похож на Христа и он в рай не войдет. И нам с вами надо и трудиться изрядно, но и смиряться пред Богом, смиряться перед людьми. Недавно прочитал такую фразу, что чтобы полюбить человека другого, нашего ближнего, то есть, чтобы исполнить заповедь евангельскую, нужно смириться перед ним, себя считать ниже этого человека. И также еще отцы говорят, что невозможно укорить другого человека или осудить, прежде не превознесясь над ним. то есть, сначала мы считаем, что мы выше его и потом уже укоряем его, о нем кому-то говорим, рассказываем, а превозношение это такое бесовское свойство. Поэтому, дорогие отцы, братья, совершая свое служение в церкви, будем стараться и внутренне подвизаться и просить Господа, чтобы он наше сердце исправил к лучшему. Для этого я рекомендовал почаще исповедоваться. Если есть возможность перед каждым причастем исповедоваться, допустим, собор на службе или два священника на приходе есть, то поисповедуемся, только потом уже причащаемся. Кто так делает, то чувствует, что разница большая, когда поисповедовался перед причастем или когда не исповедовался. Ну и также почаще друг у друга исповедоваться и раз в пост исповедоваться уже у духовника нашего ипархиального или по благословению особо можно еще у другого. Вот. Желаю всем Божьей помощи. Когда я, знаете, когда по Авида Рофею рассказываю, мне всегда немножко саму трепетно потом, потому что я вижу насколько мы, какая ответственность на нас, это раз, и что нужно еще и соответствовать пытаться. А мы видим, что мы не соответствуем и, конечно, некий трепет. Вы знаете, у нас должно быть такое смирение, вот я у Златоуста читал, Ян Златоуст говорит, когда он узнал, что его на кафедру возводят, что он епископом, правящим архиереем будет, он как молился, Господи, чем согрешила церковь твоя, ну имел в виду епархия, что ей дан такой архиерей, как я. Вот представляете, это состояние святого человека, от него одна благодать и святость, а он себя считал, что он как наказание для этой епархии. Вот дай Бог нам всем такое мышление иметь, представляете, я батюшку посылаю на приход, он должен говорить, Господи, как же этот приход согрешил, что меня сюда послали. Будем пытаться с Божьей помощью, и я всегда, знаете, искренне прошу молитв после таких занятий, саму немножко трепетно, и прошу отцы, чтобы помолиться за меня, чтобы мне тоже стараться исправляться. всем желаю Божьей помощи, здоровья, берегите себя, своих близких. Спасибо. Спасибо.